19-й пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Доклад Олег Михайловна Казакова, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, данный законопроект был принят в первом чтении 16 июня этого года во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации, данного по итогам Госсовета, который прошел в августе, группой депутатов подготовлены поправки к данному законопроекту, которые касаются верификации электронных учебно-методических материалов и защиты персональных данных граждан. Уважаемые коллеги, все эти поправки включены в таблицу, которую Комитет по просвещению рекомендует к принятию. Замечаний к законопроекту нет. Прошу поддержать таблицу поправок и в целом законопроект во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопрос по таблице поправок? Есть. Включите запись. Покажите список. Смолин Олег Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, я прошу вынести на отдельное голосование поправки из таблицы принятых номер 3 и 4. Ставится на голосование таблица поправок, рекомендуемых к принятию, за исключением поправок 3 и 4, плюс 4 режима голосования. Покажите результат. Принимается. Пожалуйста, по третьей поправке Смолин Олег Николаевич или обе сразу будете? По одной. Итак, по поправке номер 3. Уважаемые коллеги, мы имеем очередной пример, когда ардикально изменена концепция законопроекта. Грубо говоря, к нормальной пуговице пришили неудачное пальто. Напоминаю, в законопроекте в первом чтении было только два сюжета. Это дополнительное финансирование питания, возможность такого дополнительного финансирования из бюджетов регионов, плюс возможность реализации в школе программ дополнительного образования и профессионального обучения. Никаких вопросов. Мы дружно поддержали законопроект. Теперь появилась целая серия сюжетов, связанных с электронным обучением и дистанционно-образовательными технологиями, которые не имеют никакого отношения к концепции закона, принятого в первом чтении. Итак, поправка номер 3. Что она делает? Она обязывает каждое учебное заведение создавать электронную информационно-образовательную среду. Коллеги, в чем заключалась концепция закона до того, как вносилась эта поправка? Если университет хочет вести работу исключительно через электронное обучение с помощью дистанционных технологий, он обязан создавать информационно-образовательную среду. Дополнительные обязанности при дополнительных правах. У нас очень многие университеты не имеют такой информационно-образовательной среды. Если же возьмете другие учебные заведения, школы, колледжи, учреждения доп. образования, то, я думаю, 90% их такой среды не имеет. Теперь исключается слово «исключительно», и мы требуем, чтобы каждое учебное заведение имело эту самую информационно-образовательную среду. Для понимания, скажем, в городе Омске, городе-миллионнике, по оценкам местного руководства образованием, половина школ имеет широкополосный интернет. Если органы надзора, не дай бог, будут буквально применять норму, которую сейчас предлагаются прописать, то 90% всех учебных заведений можно будет смело закрывать. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Я учитель школы. Я вообще не хуже чиновника, знаю, чем мне пользоваться и чем мне не пользоваться при подготовке к урокам и проведении уроков. Теперь написано, что я могу использовать только государственные ресурсы. Или, соответственно, о чем будем говорить дальше, включенные в реестр. Ну вот есть, например, у нас такой ресурс «Постнаука». С моей точки зрения, очень неплохой, который вполне можно использовать на уроках по естественным и не только естественным наукам. Если его не разрешат использовать, я его использовать не смогу. Почему мне, как учителю, выражают такое недоверие? Я прошу вас, уважаемые коллеги, эту поправку не поддерживать. Спасибо. Уважаемый Олег Николаевич, уважаемые коллеги, на самом деле данные поправки, о которых сейчас речь шла, они не создают никакого нового механизма. Это лишь механизм, который абсолютно в точности повторяет тот механизм, который сегодня применяется при экспертизе учебных материалов наших учебников, бумажных носителей. Мы должны сегодня понимать, что до сегодняшнего дня у нас все электронные учебно-методические материалы, которые используются образовательными учреждениями, они не защищены никак в федеральном законодательстве. Вот данной поправкой мы всего лишь создаем механизм такой экспертизы. Поэтому никаких рисков для того, чтобы использовались учебно-методические программы, электронные образовательные системы, которые пройдут эту экспертизу и будут соответствовать федеральным государственным стандартам, что прописано в Конституции Российской Федерации, никаких рисков здесь нет. Олег Николаевич, поэтому то, о чем вы говорили, я думаю, что если эта программа пройдет экспертизу, то никаких вопросов не возникнет. Спасибо. Оставится на голосование поправка номер 3, рекомендуемая комитетом к принятию. Включите режим голосования. Внимательно. Да, повнимательнее. Покажите результат. Принимается. По четвертой поправке Смолин, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я не могу согласиться с уважаемой Ольгой Михайловной, если бы в законе, который сегодня принимается, было написано про электронные учебники, но там написано про все информационно-образовательные ресурсы. Это совершенно не учебники. Я хочу напомнить, что по действующему закону у нас совершенно разные экспертизы, учебников и учебных пособий. Что касается учебников, да, там прописана жесткая система экспертизы, которая, правда, большой пользы не принесла, потому что и президент жаловался на качество учебников, и, соответственно, родители продолжают на них жаловаться. Но вот учебные пособия у нас по действующему закону никак не экспертируются. Экспертируются только издательства, которые выпускают эти учебные пособия. Теперь мы для электронных ресурсов, всех подчеркиваю, вводим процедуру, похожую на ту, которая применяется к учебникам. Так вот, я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, первое. Повторяю, такая процедура более жесткая, чем применяется к бумажным учебным пособиям. Гораздо более жесткая. Второе. Эта процедура сулит колоссальную бюрократизацию. Пока создадут этот самый реестр, рак на горе свистнет, и, что называется, если будут ждать, то образованию придется остановиться на некоторое время. Третье. Мы получаем большие затраты дополнительные, либо для бюджета, если это будет за бюджетные деньги, либо для ресурсов, которые будут претендовать на то, чтобы их включили в реестр. И четвертое, уважаемые коллеги, может, самое главное. Это вообще совершенно бессмысленное дело. Дело в том, что электронные образовательные ресурсы, они постоянно подвергаются изменению, в отличие от школьных учебников. Школьные учебники утверждаются на несколько лет, а в электронные образовательные ресурсы, если вы хотите успевать за временем, вы должны регулярно носить изменения. Что мы будем делать? Каждый раз снова отбирать, каждый раз снова проводить лицензирование. Мне представляется, что это не получится. Поэтому, с нашей точки зрения, эти предложения наносят прямой вред российскому образованию в виде его бюрократизации. Спасибо. Пожалуйста. Отвечая на ваши вопросы, Олег Николаевич, я бы хотела сказать следующее. Первое. Мы здесь защищаем именно наших детей. Я думаю, что ни у кого нет сомнения, что все электронные ресурсы, электронные образовательные системы, которые сегодня пользуются нашей системой образования, конечно же, должны быть верифицированы, быть проверены и пройти экспертизу. И на это есть сейчас большой запрос, на то, чтобы мы не только учебниками занимались, которые на бумажном носителе, но и все, что идет из интернета, все, что получают наши дети, наши учителя и общая система образования. Это первое. Второе. То, что касается дополнительных расходов, о которых вы сказали, мы ничего дополнительно в бюджет не закладываем, и Министерство просвещения Российской Федерации будет, если необходимо, будут на это средства, будет изыскивать их у себя. Поэтому, Олег Николаевич, я здесь не вижу никаких вот тех вот рисков, о которых вы говорите. Мы должны защитить детей, и это очевидно. На это есть большой запрос родителей, педагогов, и уже даже самих детей, даже старшеклассники сегодня об этом говорят. Поэтому были предложены эти поправки. К тому же у нас было прямое поручение президента защитить все наши информационные образовательные ресурсы. Спасибо. Ставится на голосование поправка номер 4, рекомендуемая комитетом к принятию. Включите режим голосования. Коллеги, за. Голосуем. Покажите результат. Принимается. Ставится на голосование во втором чтении проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Включите режим голосования. Коллеги, за. Голосуем. За. Голосуем. Покажите результат. Принято во втором чтении. Принято во втором чтении.